В нашей стране принято встречать Новый год на широкую ногу, а потом весь этот год жить на воде и хлебе. Однако все же можно встретить зимний праздник без тяжелого удара по кошельку, как расскажем в нашей программе подсказки потребителю. Смотрите сегодня в выпуске. В лесу родилась елочка, из чего дома можно сделать зеленую красавицу. Компьютеру все возрасты покорны, где в Омске пенсионерам можно бесплатно научиться пользоваться интернетом. Реально свете всех милее. Расскажем, как без лишних затрат стать королевой новогоднего бала. Без снега Новый год еще можно представить, а вот без елки нет. Это главный атрибут праздника. Как сделать ее своими руками? Расскажем прямо сейчас. Сегодня мы с вами сделаем своими руками вот такую вот оригинальную и необычную елочку. Эта елочка может послужить декором в вашем доме, либо очень хорошим и незабываемым оригинальным подарочком. Для создания такой елочки понадобятся вязальные нитки травка, цветная бумага, картон, горшочек для декора, двойной скотч, малярная лента, проволочка и шпажки для шашлыков. Основу зеленой красавицы сделаем из картона. Сворачиваем конус, закрепляем малярной лентой и подрезаем неровные края. Затем берем проволочку, обматываем ее малярной лентой и закрепляем с помощью клея. Это будущая верхушка ели. Ствол дерева делаем из шпажек по той же технологии. Для того, чтобы наша елочка была плотной и хорошо держалась на основе, нужно пользоваться, можно газетой, но это грубо будет смотреться. Обычные вот такие вот салфеточки, они мягкие, и мы наполняем нашу елочку салфетками. Вырезаем из картона и зеленой бумаги круг, равный диаметру основы. Это будет донышко елочки. Затем берем ствол и вставляем его в картон и бумагу. Потом с помощью клея соединяем дно с основой и для надежности проклеиваем заготовку малярной лентой. Чтобы нить хорошо закрепилась на основе, прикрепляем на всю поверхность конуса двусторонний скотч и снимаем защитную пленку. И начинаем мы обматывать ниточками. И аккуратненько с самой верхушечки, с самой макушечки, прикладывая ниточку к верхушке, вот таким вот образом мы круговыми движениями аккуратно, виток за виточком, мы с вами обклеиваем вот такой пушистой ниточкой нашу елочку. После того, как заготовку обернули нитками, ствол елочки декорируем красной лентой, а затем закрепляем зеленую красавицу в горшочке. Для этого потребуется строительный гипс. Засыпаем его в форму, разводим водой и ставим елочку. Всего несколько минут и наша поделка надежно зацементирована. Есть вот такой интересный материал, это сизалевое волокно. Тоже натуральное волокно. Можно приобрести в любом магазине для творчества. И вот такой интересный декорчик мы сейчас вот таким вот волокном из сизальки задекорируем наш горшочек. Делаем из ленточки бантики и украшаем ими нашу елочку. Декор можно приклеить или закрепить с помощью двойного скотча. А какая же елочка без шаров? Ими могут стать ненужные бусины. Остатки бус можно положить и в горшочек. В новый год можно отказаться от покупки пиротехники, ведь это небезопасно. Вы можете нарваться на поделку и получить травмы. Впрочем, если вам нравится салют, можно под звон курантов выйти на улицу и посмотреть фейерверк бесплатно. Кроме того, можно сэкономить на новогодних подарках. Жадничать, конечно, не стоит, но лучше спросить у человека, что он хочет найти под елкой, чтобы не тратить деньги впустую на дорогую и бесполезную безделушку. Всемирная паутина становится доступна для пожилых людей. В Омске стартовал компьютерный всеобуч для пенсионеров. Быть с электроникой на «ты» их учат бесплатно. Натруженные руки, привыкшие к станку, пока плохо справляются с клавиатурой. Ивану Акимовичу 77 лет. На курсах пенсионер впервые сел за компьютер. Признается, пользоваться сложной электроникой получается с большим трудом. Но пенсионер не унывает. Говорит, без интернета сейчас никуда. Сейчас такое время, что без компьютера уже отставшись, считайся. Вот, что-то куда-то сообщить или переговорить. Вместо телефона даже можно сообщаться с другим городом. Галина Пауна – пользователь продвинутый. Уже владеет компьютерной грамотностью. Пришла на учебу, чтобы повысить свой уровень. По должности старшая по дому пенсионерке часто приходится пользоваться интернетом. Ведь там можно получить всю необходимую информацию. По капитальному ремонту и устройству личной жизни. Уже больно любят мужчины вместо своих фотографий другие фотографии выкладывать. А вы оттуда знаете? А вот оттуда же. Откуда и все. То есть вы зарегистрированы на каком-то сайте такого? Да. Основная задача программы – обучить неработающих пенсионеров пользоваться интернет-ресурсами. Выходить на сайты государственных услуг, оплачивать квитанции ЖКХ. Кроме того, умение работать на компьютере дает возможность общаться с близкими, которые живут в других городах и странах. Программа онлайн-всеобучие рассчитана на 32 часа. После завершения курсов выдается сертификат. Люди общаются, изучают новое. Это дает возможность не замыкаться только на своих проблемах, социализироваться в обществе. И в любом случае всегда изучение новой информации, оно, естественно, сказывается и на психофизическом уровне. То есть люди разрабатывают мышление, приемы мышления, которые, может быть, немножко были невостребованы, становятся более актуализированы. И таким образом человек становится сам более активным. В этом году в рамках реализации совместной программы Омского отделения Пенсионного фонда Российской Федерации и Министерства труда и социального развития в Омской области планируется обучить около тысячи человек. Уже порядка 300 человек у нас проходят обучение. И в ближайшее время у нас начнут обучение оставшиеся участники. Набор на курсы продолжается. Все желающие могут обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. При себе надо иметь паспорт, копию трудовой книжки, пенсионное удостоверение. Новый год – это сезон скидок. В декабре большинство магазинов устраивает распродажи. Скидки на некоторые продукты могут достигать 20%, а одежда и обувь дешевеют в два, а то и в три раза. Не упустите возможность купить понравившуюся вещь по привлекательной цене. Кроме того, вы сохраните свой бюджет, экономя на продуктах. Вкусные блюда не обязательно должны состоять из дорогих ингредиентов. Ведь главное правило вкусной пищи – мастерство хозяйки. И не стоит закупать литры алкоголя. Результат – несколько сэкономленных тысяч в вашем кошельке и ясная голова на следующее утро. В чем встречать новогоднюю ночь? Пожалуй, сейчас это самый актуальный вопрос, который волнует многих женщин. Ответ кроется в символе 2016-го. Это огненная обезьянка. Веселая, игривая, готовая идти на уступки. Обезьянка не потерпит только тоски и уныния. Поэтому ваш новогодний образ не должен превратить вас в строгую леди. Вы должны притягивать миллионы взглядов, при этом не потеряв естественности и комфорта. Где найти подходящий вариант всего за полторы тысячи рублей, сейчас все узнаете. На счастье всем модницам в Омске можно взять шикарное платье в аренду. Всего полторы, а то и тысячи рублей, и оно ваше. Правда, только на три дня. Но этого времени вполне хватит, чтобы блестнуть на корпоративе или приятно удивить любимого человека. Ёлка, мишура, гирлянды. И поэтому некоторые, естественно, отставать не хотят. Начнем именно с этого наряда. Это платье с крупными стразами – все, что требует от нас игривый символ года. Яркий образ, при этом максимально комфортный, легкий и удобный, чтобы по первому зову можно было сорваться и полететь навстречу новым приключениям. Ну а если вы не поклонница сияющих камней и страз, то выделиться можно за счет света. 2016 год огненной обезьяны, а значит самое время надеть красное кричащее платье. Если мы говорим про аренду, то стоимость аренды – тысяча рублей. Если бы мы хотели пойти в магазин и его приобрести там, то это 4,5 тысячи рублей. Опять же, экономия существенная. Особенно если учесть, что часто платье надевают только на одно мероприятие, и потом оно пылится в шкафу. Неординарность – еще одна черта, которую просто обожает хозяйка Нового года. Подобрать и такой наряд в аренду тоже можно. Здесь я предлагаю вот такой вариант. То есть, опять же, могут подойти блестящие украшения. То есть, как-то можно эту композицию разбавить интересную. Платье действительно необычное и уж точно не оставит без внимания его обладательницу. Ну а за главное украшение вам платить вообще не придется. Ведь ничто так не красит женщину, как ее обворожительная улыбка. Придерживайтесь наших советов, и вы сможете хорошо провести новогодние праздники. А главное – оставиться за дел на будущее. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем благополучия и достатка вашему дому. На этом у меня все. Увидимся в новом 2016 году. Редактор субтитров А.Семкин